Я понял, что надо развиваться дальше, и что следующий шаг – это походы в горы. Я прошел пешком и Крымские горы, от Балаклавы до Судака, и прошел Карпаты. У меня был 18-дневный пеший поход по трём областям. Были восхождения на все двухтысячники Украины, включая Черную гору, Петрос, Гаверлу, само собой. Я в Карпатах был во все времена года зимой, летом, осенью, весной. Зимой очень тяжелые походы в Карпатах. Многие люди, кто были в более высоких горах, признают, что зимние Карпаты намного сложнее Кавказа, Уральских гор и так дальше. После этого я ездил в Казахстан, Киргизию. Захотелось увидеть пятитысячники, большие горы, заснеженные вершины. Даже летом горы Тяньшань, древние горы. Там два года мы восходили на вершины. Успел съездить на Кавказ, так как самая большая гора Европы – это Эльбрус. Эльбрус находится на Кавказе, в Кабардино-Балкарии. Поднимались дважды на Эльбрус. Эльбрус считается вообще холодильник Европы. Это такой огромный ледник, много тысяч квадратных километров снега и льда. И в 2019 году, два года назад, осуществил мечту посетить самые высокие горы планеты – Гималай. Совершил трек вокруг восьмитысячника Анапурна – это десятая вершина мира. Видел еще два восьмитысячника Манаслу и Тхаулагири. Был очень впечатлен. Кто хоть один раз побывал в горах, его тянет в горы. Все спрашивают, для чего ты ходишь, для чего ты рискуешь. У меня жена, трое детей дома. Но, видно, в мужчине это заложено. Уже второй час поднимаемся. Вышли в четыре, уже шесть. Набрали 150 метров. Еще 300 метров набирать. Два часа идти. Холодно. Ноги. Замерзли пальцы. Пальцы рук. Хоть двое носков. Высота. Капилляры плохо работают. Промокла насквозь термобелье. Флизко промокла насквозь. Когда промок пуховик, я уже одел ветровку. Надежда на нее. А то ветер и минус. Но ничего, дойдем. Еще два часа. Ждем солнца. Раньше мужчины воевали, рисковали жизнью в мирное время. Если в мужчине нет воинственности, желания кого-то убивать, он находит выход энергии, например, в том числе через туризм, через альпинизм, через горы. Преодоление себя, преодоление сложностей, поднятие на вершины. Каждый раз я поднимаюсь все выше и выше. На Кавказе это была высота 5200. На Тяньшане это была высота 4700. В Гималаях я поднялся на 5400. Это больше, чем пол-эвереста. И сейчас мечтаю о горе высотой 5600, которая находится в Иране. Непростая страна. В основном курды. Но меня приглашают, говорят, что будет безопасно. Есть такая мечта. Мы побывали в разных местах, где разная культура, разные звички, традиции. Что вы слышали? Что объединяет людей и что их, возможно, разъединяет? Особенно в наш такой непростой час. Везде люди разные, но во многом они схожи. Мне очень понравилась Турция, турецкие горы. Понравился народ турецкий. Очень красиво, живописно. И все время, когда шел, я сравнивал, какая же страна красивее. И даже своих попутчиков, других туристов спрашиваю, где красивее. Ну, все соглашаются, что все-таки в Украине. У нас есть и горы, и моря, и прекрасная природа. Много озер, красивые реки. То есть Украина наделена всеми дарами. Резноманитем природы. Резноманитем природы, да. Ну, большая проблема, это, конечно, что объединяет всех, это экология. С экологией проблема. Каждый человек в течение жизни на планете вырабатывает много мусора. В среднем за день 2 килограмма мусора с одного человека. И когда идешь по Гималаям, видишь, в принципе, в горах чистоту, кристально чистый воздух, ты понимаешь, что это только высоко в горах. Спускаешься ниже, уже мусор, уже антисанитария. Это касается Непала, касается Индии. То есть общие проблемы, это защита планеты. Сидя дома, нам кажется, что она огромная. Что хватит ресурсов, хватит воды, хватит территории, безграничных просторов. Но когда ты летаешь на самолете за пару часов, ты с одного конца мира в другой попадаешь, ты понимаешь, что это очень закрытая маленькая экосистема. И которая очень страдает сейчас от людей. Я 15 лет провел в погонах. После срочной службы по стопам отца, который у меня служил в этой системе начальником кадров, был подполковником старшая сестра, подполковник начальник кадров. Я пошел по их стопам в эту систему. Дослужил тоже до подполковника, до начальника отдела кадров. Но в 2016 году принял решение уволиться по собственному желанию, начать новый этап жизни, потому что понимал, что время идет быстро. Нам, к сожалению, добавили еще 10 лет службы, изменилось законодательство. И уже нам необходимо было намного дольше находиться в таких условиях. Это непростая работа. Работа в колонии строгого режима с заключенными, осужденными за тяжелые и особо тяжелые преступления. Такая работа давит на психику, происходит психологическое выгорание человека. Мне хотелось свободы. Вы, как уже поняли, я человек свободолюбивый. Поэтому я хотел заняться собой. Хотел пожить в свое удовольствие. Иметь возможность хотя бы ездить в горы тогда, когда я захочу. А не за короткий период отпуска. Например, в Казахстан я брал отпуск 6 дней на поезде в одну сторону, 6 дней в обратную. И по самим горам остается совсем мало времени. Мне не хватало возможности осуществлять свои мечты. После увольнения я побывал в многих странах, попутешествовал. У меня родился еще один ребенок. У меня все хорошо, я не жалею. Возможно, жалею, что надо было это делать раньше. Но это надо решиться. Это надо иметь уже готовность к этому и твердое решение. Когда я был готов, я ушел. Я занялся сейчас духовной практикой. Начал изучать разные науки, и философию, и психологию, эзотерику, нумерологию. Вот мне это ближе сейчас по душе. Я этим сейчас живу и радуюсь жизни. Зараз чем вы занимаетесь? И как это вы гадаете? Уже 6 лет я создал собственную школу духовного развития. Это школа по интересам. Знаете, сейчас для детей много есть школ развития, творческих, интеллектуальных. А взрослым, кто хочет пообщаться на такие темы, кто чем-то интересуется, читает книгу, нет возможности. Я создал в Виннице такой клуб. У меня есть клубное помещение на Хмельницком шоссе, где люди вечером после работы приходят. Мы вместе медитируем, обсуждаем философские вопросы, помогаем друг другу. Я являюсь специалистом по нумерологии, по методу Натальи Ладини, составляю карты жизни. В дате рождения заложено очень много предпосылок у каждого человека. Есть свои предназначения. И мы пытаемся расшифровать. Мы пытаемся постичь, для чего я родился, что я должен сделать. Но, конечно, кажучи, просто свою миссию, люди должны замыслить, извините, ближе к жизни жизни. Ну, есть хорошая тенденция. Сейчас больше люди после 30 лет. То есть, вот вековая категория 30-40. Это уже те, кто задумываются глубже. Кого не устраивают поверхностные вопросы, и они ищут ответы на свои вопросы, находят в том числе через меня. В Виннице меня уже многие люди знают. Не только в Виннице за пределами приезжают ко мне на прием. Мое мнение для них авторитетно. И оно подтверждается уже общением много лет. То есть, когда человек тебе что-то рассказал первый раз, ты не совсем поверил. Но когда все сбылось, все произошло именно так, то он через 2-3 года снова к тебе обращается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok